привет вы на канале blaine the pain и сегодня вас ждет настоящий road trip поехали автор фарен хальт не дразните нёха я живу в маленьком городе в глубинке дании очень повезло попасть в местный университет да еще и со стипендией чтобы эту самую стипендию получать по местным законам необходимо работать минимум 12 часов в неделю языка я не знаю учить не собираюсь потому как задерживаться в чужой стране после получения диплома не планировал поэтому работу пришлось искать гастерскую на фоне вакансий грузчиков и упаковщиков мне посчастливилось найти нечто особенное ночной почтальон вариант показался идеальным всего три смены в неделю буквально по несколько часов а по бумагам шеф выписывает все 12 вдобавок работать мне предстояло за городом верхом на электронном скутере с детства любил весь двухколесный транспорт у меня аж глаза загорелись от такого везения как выяснилось ездит эта табуретка конечно не сильно быстро но километров 45 пустая с полной батареи выдает позже пришло понимание что работа совсем не сахар оказывается внезапно в дождь на скутере не очень уютно а зимой подавно с другой стороны природа тут и там то олень проскочит то зайчик пробежит плюс воздух свежий клиентов не очень много в наше время газеты мало кто читает старики в основном расстояние от частного домика к домику довольно большое больше катаешься чем работаешь одним словом есть в этом всем своя романтика отработал я без происшествий чуть больше года вернее предпосылки были но я их умудрился то ли не заметить то ли проигнорировать как сейчас помню начал слушать она стивена кинга знаю это может показаться не самой лучшей затеей особенно в лесистой ничем не освещенной местности особенно ночью особенно на электрической табуретке но как я уже говорил я был крепким скептиком напугать меня всякой чертовщины было невозможно но мне так казалось началось все с малого закончив слушать очередную главу я решил сделать перерыв и просто послушать звуки природы я книги очень люблю особенно слушать вот такой вот я извращенец но порой устаешь и от этого обычно включая музыку или какого-нибудь джо рогана чтобы вещал на заднем фоне но тут совсем от шумов устал захотелось тишины на улице поздний сентябрь воздух после очередной мороси пахнет озоном плюс шелест листвы свист ветра то ли на волне заданный другом кингом то ли по какой-то другой причине но я вдруг начал слушаться в звуки леса тут следует пояснить что датчане живут кооперативами домов по 30 50 там же у них как правило свой детский сад порой даже клиника в лице одного-двух докторов принимающих на дому на окраинах маленьких городов типа моего между кооперативами минут 10-15 езды пространство заполнено либо парками либо полями либо лесами еду я вдоль лесополосы и отчетливо слышу шорохи и хруст по правую руку раньше я эти звуки тоже замечал но как правило в конкретных отрезках местности я всегда оправдывал подобное все той же живность но никогда не задумывался что когда это происходит звук словно движется вровень скутеру доехал до следующего кооператива прислушался вроде звуки пропали решил что крыша едет и сам себе надумываю черт пойми что надел наушники включил музыку и давай газеты развозить еду я по давно знакомым почти родным уже улицам тут снова следует немного уточнить скутер электрический батарею держит не то чтобы сильно долго и чем заряда меньше тимон зараза ездит медленнее целях экономии времени свет на скутере я чаще всего держал выключенным уж больно быстро он драгоценные кмф час ворует дороги в дании хорошие а те немногочисленные ухабины что все-таки имеются я давным-давно знал наизусть порой казалось что могу с закрытыми глазами по маршруту ездить дом за домом от ящика к ящику одному газету второму рекламу третьему письмо или посылку езжу работаю слушаю в дизеле какую-то попсу танцевально уж больно все-таки бодрит такая музыка ночью самого мысли не покидают как же я раньше не замечал что меня по лесу что-то преследует сейчас когда думаю об этом самому себе объяснить не могу откуда у меня такая уверенность появилась я словно осознал что-то мне словно точно стало известно что кто-то или что-то бродит за мной по пятам сам себя убеждаю мол но что за дичь пошуршали кусты рядом объяснений сотни ветер зверь фантазия шиза выбирай любое да и за год езды любая ебака уж давно бы объявилась правда ведь а мысли все никак не покидают ну а вдруг пеневайс тоже раз в цать лет объявлялся закончил с кооперативом вроде бы даже успокоил себя кое-как подъехал к дороге и тут надо понимать вот что темно машины ездят дай бог раз в минут сорок представил что сейчас пилить еще минут десять по стою нагнетаю себя вдруг думаю пока я музыку слушаю она меня сзади цапнет я ведь не услышу как крадется а улыбался свои глупости но наушники снял дал газу еду слушаю справа поле слева поле дорога на такой насыпи искусственной без обочины если попытаться в поле съехать то сперва склон метра полтора довольно круто и только там снизу высокая трава черт ее знает какой породы я с детства род три полюблю сидишь смотришь на ночную дорогу и что-то в этом магическое есть неуловимое даже гипногенное какое-то можно мечтать о своем расплывшись глупой улыбки вот и я еду мечтаю как получу диплом куплю себе здоровенный кроссовер и буду вот по этой самой дороге возить любимую жену но уже в тепле и уюте нежно держа ее за руку один образ сменяет другой теплая улыбка на лице уступляет очередь веселой лыбе но вдруг в один миг все образы рассеиваются а улыбка превращается в мину полного сосредоточения мне вновь начинает казаться что я слышу этот характерный хруст и шерест на лбу на шлеме у меня горит фонарик большую часть ночи это мой единственный источник света я поворачиваю голову вправо и пытаюсь разглядеть источник звука но ничего кроме колышущихся датских сорняков разглядеть не удается отчетливо слышу как что-то словно едет параллельно мне в низине я слышу как хрустит трава я готов поклясться что сквозь гул ветра в ушах если вслушаться можно разобрать очень быстрый топот на несколько секунд руки словно цепенеют железной хваткой на руле затем рациональная часть мозга начинает просыпаться ты наслушался страшных историй тебе мерещится всякая дрянь говорю я себе стоит остановить скутер и ты поймешь что это всего лишь ветер внутренний диалог звучит убедительно я начинаю сбрасывать скорость и вновь ее набирать 18 километров в час и снова 30 километров в час загруженный скутер быстрее не разгонишь действительно и шорох и топот замедляются или ускоряются ухмыльнувшись я останавливаю скутер полностью метрах 500 от меня уже виднеется въезд в следующий по списку кооператив в то время как скутер уже встал огул ветра в ушах полностью утих что-то в траве пробегает еще несколько метров вперед и тут настает момент испугаться не на шутку я отчетливо слышу как тот самый неразборчивый топот теперь весьма разборчиво топает в мою сторону не оставляя времени подумать руки сами включают дальний свет и выжимают газ до упора еще около минуты я слышу все тот же преследующий меня шорох затем с приближением кооператива это что-то отдаляясь остается позади заехав кооператив я останавливаюсь прямо под фонарным столбом чувствую себя этаким аланом вейком добравшимся до чекпоинта по выработанные годами привычки мозг пытается осознать произошедшее ответить себе на закономерный вопрос что это нахрен было теоретически какой-нибудь олень или кабан на может и того проще заяц мог тупо заинтересоваться скутером а что логично скутер электрический ездит почти бесшумно уже через две недели с начала работы сбила лениху перебегала дорогу с двумя оленятами но и по классике жанра прямо под колеса ей-то хоть бы хны скутеру тоже а я вот не железный до сих пор колено похрустывает время от времени погуглил кабанов ну да не они передохли все еще в девятнадцатом веке точно олень но думаю падла встреться мне еще копыта вырвал поржал себя сел на скутер и поехал дальше этот участок самый крупный на маршруте дома раскиданы так часто что порой штук 11 подряд стоят а ведет к ним узенькая дорожка там на скутере не проедешь вернее проехать проедешь но потом владельцы газонов звонят и намятую травку жалуются приходится со скутера слезать охапку газет брать с собой и пешочком ковылять я парень в теле меня эти места по причине естественной лени раздражают не на шутку ну делать нечего закинулся газетами иду раскидываю по ящикам а сам слушаю с удвоенной силой дорожка заворачивает полукругом справа дома слева забор за забором так называемый английский парк это такой красивый лес если другими словами перед каждым домиком небольшая лужайка света ясное дело кроме моего фонарика на шлеме нет никому из жильцов за мой ночной комфорт платить неохота подхожу к дому номер 9 и вновь слышу шорох аккуратный такой движусь в сторону номера 11 а сам в щель забора краем глаза всматриваюсь ну и слушать продолжаю вновь одна ветка хрустнула затем другая вроде даже силуэт какой-то темный между прутьями вижу в кустах жалко думаю забор между нами так бы камнем между врагов запустил и за испуг наказал бы и за колено отомстил закинул газету разворачиваюсь а сам следить продолжаю силуэт вроде все ближе и ближе к забору думаю сейчас рявкну на него погромче поувереннее любопытство то у животинки поубавится поворачиваюсь в сторону звуков и как гаркну что-то вроде а ну брысь сука такая ох анон тут я и начал понимать какую ошибку совершил вместо ожидаемого мной бегство оленя сперва секунды полторы тишина не шорох а затем громкий неестественный клекочущий хрип у меня ноги словно свинцом налились живность домах как с ума посходила собаки одна громче другой воют лают я от забора отвернулся и бегом к скутеру обогнул дома выбежал к свету снова в висках сердце стучит страх настиг такой глубинный как кошмаре ночном и ведь стою мозгом понимаю что ничего не произошло толком а затылок горит да так горит словно меня толпа людей в спину взглядом сверли первая мысль была но его нахрен надо домой ехать затем подумал что я боссу скажу меня что-то за забором испугало кто газеты доставлять будет а мне работа нужна и стипендия тоже постоял подумал решил что надо собираться и дальше работать может олень пуганный попался у самого в руках легкий тремор а вокруг все словно потемнело стою под фонарем светло уютно даже вроде стоит из-под света выйти все вокруг как из гуаши воздух темный объемный хоть ножом режь небо в тучах затянуло вместо луны блеклое пятнышко словно фонарь кто ладонью закрыл постоял минуты три подышал глубоко вроде бы привел рассудок в относительное спокойствие сел на скутер и неуютно так вот-вот что-то случится должно вокруг не души в домах света нет тронулся любой кто на скутере осенью ездил знает каково это когда листва вокруг каждый раз как трогаешься или останавливаешься позади шорох листьев громкий страшно одним словом следующий минут 30 ничего не шорохов не звуков посторонних только странное давящее ощущение словно глядит кто-то на тебя как со скрытой камеры снимают заканчиваю участок уже домов 7 осталось я время от времени скутер останавливаю оглядываюсь у меня чувство словно кто-то прямо в спину дышит никого тем временем ни звуков ни живности все что слышу это шерест листьев и собственное дыхание сердцебиение остановился закинул очередную газету берусь за руль выпрямляю взгляд падает на зеркало заднего вида и тут я понимаю что я это вижу метрах пяти от меня из-за изгороди торчит голова смотрит мне прямо в глаза в отражении губ нет носа тоже только ряд тонких и очень частых зубов блестят ярко белым и глаза я не забуду эти глаза никогда черные противоестественные зрачки и взгляд полный остервенелого счастья он не моргает не моргаю я я тебе клянусь анон чем сильнее я пугаюсь тем шире улыбка на его безумном лице я вижу как он перекидывает свою тонкую когтистую черную лапу через забор и у меня отключается сознание выворачиваю зеркало заднего вида в другую сторону заготовленные газеты валятся из рук газ до упора я читаю все казалось бы забытый с детской воскресной школы молитвы а сам слышу этот характерный топот позади сердце колотит так что дорога уже начинает размываться голова страшно кружится от подскочившего давления еще несколько бесконечно долгих мгновений я наконец отрываюсь я не слышу топота позади но я уверен что это ненадолго вопрос о том стоит ли закончить работу уже не стоит я судорожно пытаюсь сгенерировать самый краткий маршрут до газетного депо скутер хоть и полупустой уже еле выдает 33 километра в час я уверен что если эта тварь продолжит преследовать меня то с легкостью догонит впереди виднеется ряд фонарных столбов меня посещает мысль если остановлюсь под светом то сбросить сумки с газетами займет не дольше пяти секунд мне кажется что я решился но руки не слушаются меня я проезжаю столб не в состоянии нажать на тормоза нужно соберись дружище попытка подбодрить себя не то чтобы срабатывает но на четвертом столбе мне удается вернуть контроль над своими действиями я останавливаю скутер фонарный столб ярко освещает небольшую область создавая иллюзию безопасности сбрасываю передние сумки на это правда уходит всего пара секунд позади слышен характерный при торможении шелест сухих листьев и тут ко мне приходит осознание того что остановился то я уже пару секунд назад по спине словно током выстреливают мурашки разворачиваюсь назад параллельно выдавливаю газ передо мной почти вплотную в это демоническое лицо глаза безумно пялиться на меня словно предвкушая исполнение каких-то безумных ведомых одному ему фантазий зубы длинные тонкие и очень часто и обнажились столь же безумном оскале я срываюсь на дикий крик никогда в жизни мне не приходилось так вопить как я заставил себя повернуть голову и смотреть на дорогу я не помню не помню я и как добрался до депо на спидометр я тоже уже не смотрел только отдельные моменты отпечатались голове навек топот его лап позади скутера и мерзкое хихиканье не смех а именно хихиканье словно он наслаждался всем этим действом зато отлично помню слова своего босса когда тот увидел меня бледного как простыня с трясущимися руками лепечущего что-то об увольнении встретились наконец долго же ты протянул тот момент я не был в состоянии расспрашивать что-либо а позднее решил что и знать не хочу ничего об этой хреновине впоследствии микель так звали моего босса присылал мне несколько имейлов мол давай встретимся я расскажу поподробнее нам нужны работники а ты единственный кто не сбежал с этого маршрута через пару месяцев херня это не опасно говорит никого еще не убила я предпочел все эти замечательные письма отправлять прямиком в спам отнюдь не хочется быть первым прошло уже несколько месяцев а я до сих пор боюсь смотреть зеркало заднего вида на своем личном скутере даже днем ночью не езжу вообще купил крестик перед выходом из дома вечером читаю молитву если я и вынес из всего случившегося какую-то мораль то это не дразните неоха а 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 не а а а